Привет, друзья! День рождения прошло, а шлейф остался. Сегодня опять покемонша на обзоре. Мои дорогие друзья, ведь так резануло слух её высказывание. Это наша семья. Вот это наша семья, да? А где же Антон? Где этот вновь обретённый сын осла? О котором они говорили, что любят, да? О котором они рассказывали, что, оказывается, они всегда с ним общались. Где же он? Почему же он не позвонил и не поздравил свою любимую мачеху? Вспомните, начало видео. Она похваляется, что ей позвонила какая-то женщина, да? Какая-то мифическая гречка. Но я не буду раскрывать секрет, кто это. Я думаю, что это обычная житель станицы, полная тёзка другого человека, о котором говорила Наталья Лим. Ну и которую знает вся станица. Я думаю, что там полстаницы имеют фамилию её брата, а полстаницы вот эту гречку. И поэтому покемонша решила акцентировать внимание, что якобы ей звонила женщина по фамилии Гречка. Но почему же ей не позвонил Антон? Почему же он не позвонил любимой мачехе и не поздравил её с таким символическим днём рождения? Сорок четыре. Да потому что всё это сказка и показуха. А скажите, пожалуйста, где кастрюлька со своей семьёй? Где? Почему она не позвонила и не поздравила свою любимую тётушку? А где же все подружки? А где же сама Гречка, которая якобы ей звонила утром? Вот мне тоже интересен этот вопрос. Почему покемонша называет семьёй ограниченное количество людей? Но она на всех видео бьёт себя в грудь и приписывает другим людям, что они якобы тоже её семья. Но когда идёт семейный праздник, никто не позвонил и не поздравил. И, конечно же, не позвонил и не поздравил дед Борис. Нет. И, конечно же, не поздравил и двоюродная сестра Танечка, Ниночка. И никто не поздравил со стороны отца, да? Ведь она же любит показывать эти звонки на публику или хотя бы о них говорить. Но она не проронила ни слова, что у неё был день рождения, и её с этим днём рождения поздравили её родственники по телефону. Этого не было. Если в прошлом году, когда она ещё дружила с Натальей, к ней пришла на день рождения единственная на тот момент подруга Наталья со своими детьми. И что устроила покемонша она? Приняла её в гости в растянутых красных трусах и одевала на голову коробку от торта. И вот такой фрик, чудесный приём состоялся для своей якобы на тот момент подруги Натальи с её детьми. Потому что Наталья была в таком диком шоке, а дети её, которые воспитаны в культурной семье и которые являются студентами медицинского вуза, были вообще в шоке. И я думаю, они решили в этот момент стать психиатрами, чтобы лечить таких, как покемонша. Большего объяснения я не могу этому никак придумать. Это же ужас какой-то. Встретить гостей в растянутых, выстиранных красных труселях, ну, шортах, ну, труселях, больше похожих на труселя, и с коробкой от торта на голове. Это просто был феерический поступок. Ну, в общем-то, как и многие другие. Передное издевательство над своими гоблинами показала покемонша. Она купила, наконец-таки, раковину для кухни. Но вспомните, какое она шоу устроила, что раковина у неё не будет. И пожилые её зрители ей поверили и на полном серьёзе давали советы, что нет-нет, милочка, так нельзя, тебе нужна раковина. В итоге, через месяц, наверное, она призналась, что это была шутка. Но она вынесла мозги всем. Она просила советы. Она несколько раз обращалась к этой раковине. Она несколько раз посещала магазины. И даже в Леруа она стучала по чудесной раковине за 10 тысяч рублей, которая произведена во Франции. Но она по ней постучала и сказала, фу, будет греметь фигня, выброси её, брусь её обратно, положи. Так вот, наконец-то она купила раковину. И, о чудо, это такая же раковина, как у её Петра Петровича. Когда она нам показывала ремонт у своего бывшего прораба, помните, чёрная раковина, вот именно точно такую она и приобрела, только в белом свете. Если она знала, что она приобретёт именно такую раковину, что она посмотрела у специалиста эту раковину, ведь он же специалист твоего дела, чтобы купить себе качественный товар, качественную раковину. Так вот, она 100% уже знала, какую она купит раковину, но обманула всех своих зрителей, вынесла всем мозги и якобы нуждалась в каких-то советах. На самом деле, всё это был чисто спектакль для того, чтобы получить больше просмотров и больше комментариев. Вот и всё, вот и весь секрет. Но зато она потратила столько времени на покупку этой раковины, на обсуждение её, то есть контент был обеспечен. Вот хитрая, согласитесь, вот хитрая и наглая покемонша. Боже мой, а резетки? Что стоят резетки? Ведь она не купила резетки в Леруа Мерлен, она купила в какой-то забегаловке, в той же, что и раковину. То есть она нашла самый дешёвый магазин и купила там ещё и резетки, да такую кучу. Оказывается, в наличии чёрных-то и не было, она ещё их и заказала. Но как обычно, ей нужен материал, чтобы заканчивать ремонт, а она делает заказы и будет ждать ещё несколько недель. Ну да, ну да, конечно, она обязательно успеет сделать ремонт и въехать перед первым сентября. Ну а как иначе? У неё же всё продумано. И она ещё не готова покупать люстры. Их так много, она не может решить, что же ей в итоге нужно. И вы посмотрите, человек настолько необразован, настолько глуп, что она даже не видит разницу, где обои, а где покраска или штукатурка. Вспомните, как она удивлялась. А где тут швы? А что это? Ой-ой-ой, как мило! Ужас какой-то, ужас! И вот этот человек вынес всем мозги, да? Всем из раковины. И теперь она будет выносить мозги с люстрами. И, наконец-то, она купила полотенцесушитель. Тоже, вспомните, несколько магазинов она прошла для того, чтобы выбрать обычный прибор. Я думаю, таких, и, может быть, даже и лучше, и дешевле, была куча. Но она просто уже и забыла, где это было. Ну, поэтому жопа подгорела. Вот она бегом и купила теперь. И говорит, да-да, у нас очень хороший. Конечно, наш-то лучше, чем на котором она показала крючочки. Типа, сюда надо вешать полотенце. Ну, конечно, конечно, только у тебя есть полотенцесушитель. У остальных людей его нет. А зачем? Мы же никогда не видели. Мы же в деревне живем. Нам не понять таких крутых, богатых ремонтов. И да, она, конечно же, сейчас нуждается в деньгах, потому что деньги потрачены и вложены бестолково. Так вот, на кулинарном канале она заработала сущие копейки. У нее за июль просмотры всего лишь 8 миллионов 661 тысяча 401 просмотр. Это за июль. Она, конечно же, ждет, что у нее за август, как и в прошлом и позапрошлом году, будет всплеск просмотров. Но сейчас YouTube платит же копейки. Поэтому сейчас я вам озвучу, сколько это в рублях. Сколько же она получит 20 августа или 23 в те числа, когда выплачивает зарплату YouTube. За июль месяц она получит 86 тысяч 614 рублей. Представляете? Потому что за кулинарку платят в три раза меньше, чем за влоги. Поэтому она в панике, денег нет. Если раньше она получала по полтора миллиона в месяц, то сейчас она получает, но я вам озвучила, 86 тысяч с кулинарки. Плюс она получит 113 769 рублей за 3 миллиона 792 тысячи 314 просмотров. Вы представляете, какая это мизерная сумма. Общая сумма заработка за июль составила всего лишь 200 тысяч 383 рубля. представляете, она же не рассчитывала, что доходы упадут так низко. Наша звезда супер блогер, супер богачка. Ну да, эта супер звезда не умеет экономить, все прожрала, абсолютно все, а сейчас у нее настолько низкие доходы, что она в панике, и поэтому на окончательном этапе покупает ну настолько дешевые вещи, настолько дешевую технику. Я думаю, что она не понимает ничего в этом, поэтому ее очень легко обмануть, и в связи с тем, что у нее настолько ограниченное мировоззрение, что она спрашивает у дилетантов советы, или, как я уже ранее сказала, это просто издевательство над ее гоблинами. Так вот, денег нет, поэтому она в панике делает очень много ошибок, и поэтому был такой бедный день рождения, что даже они не смогли себе позволить шашлыки. Вы представляете, ее самый большой страх возвращается, этот самый большой страх воплощается в жизнь, ей нужны деньги, а их нет, и она практически уже вернулась к макаронам. И торт йогуртовый был очень дешевый по сравнению с тем, что она раньше и по три торта могла купить, а здесь купила маленький тортик, и даже не положила своему брату гармошке торт с собой. Вы представляете, это же в коем веке она не дала ему тортик с собой. Так вот, мои дорогие друзья, у покемонши нет денег на продолжение ремонта. Всего лишь 200 тысяч она получит за июль. Несчастная, несчастная женщина. А еще я вам хочу сказать, что у нее, помимо того, что страх голода возвращается, он практически вернулся, и поэтому обострились ее фобии. Фобия боязни воды и фобия боязни грозы. Представляете, вот этот человек, который вещает на весь мир, который прикидывается белым, пушистым, а потом глупым и больным, и также богатым миллионером, еще и страдает различными фобиями, и наконец-то, как я уже говорила, призналась она для своих гоблинов, что потребляет коньячок вместе со своим осликом. И наконец-то она, наверное, перестанет выливать или якобы выливать шампанское в Новый год в раковину. Ну что, мои дорогие друзья, сегодня мы еще раз обсудили, почему же покемонша называет своей семьей всего лишь ограниченное количество людей. Почему же она забыла, хотя вот буквально недавно утверждала, что ее семья это Антон, это дед Борис, это кастрюлька со своими детьми. Да? Короче говоря, врет, как пишет. В очередной раз спустила пыль в глаза своим гоблинам, а они неустанно приходят ко мне на канал и неустанно мне пишут, что я завидую. Ну, мои дорогие друзья, ну, чему же тут завидовать? Бедная, несчастная, лживая женщина, которая выворачивается опу луковицей, чтобы хоть как-то свести концы с концами, потому что влупила деньги, распорядилась большими деньгами, глупо, соответственно, своему образованию и айкью, своему интеллекту. Не рассчитала, не продумала ничего, и теперь у нее просто не хватает денег на ремонт, а могла бы жить в прекрасном коттедже в центре города. Уж за 31 миллион рублей можно купить достойное жилье, но нет, она переоценила свои возможности. Ну, вот теперь смотри, не надорвись. Мои дорогие друзья, на этом я буду заканчивать свой обзор. Хочу вам напомнить, что видео мое развлекательное, все совпадения случайны, все персонажи вымышленные, и я выражаю свое личное субъективное мнение. А также, мои дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите, комментарии, донаты приветствуются. Пока-пока!